Столичная осталась за нами. Суд в Нидерландах подтвердил право России на водку столичная, а это значит, что Юрий Шеффлер, который еще в конце 90-х приватизировал русские водочные бренды, должен отдать всю выручку от продажи водки в странах Винилюкс. Битва за скрепу. Суд в Нидерландах подтвердил право России на водку столичной, об этом сообщила Financial Times. Еще в конце 90-х русские водочные бренды приватизировал бизнесмен Юрий Шеффлер, и многие годы идут международные суды. О значении последнего вердикта Михаил Сафонов. Эпическая война за водочные бренды продолжается около 20 лет. Но сейчас Россия одержала знаковую победу. Суд в Нидерландах признал, что бренд «Столичная» принадлежит Российской Федерации. Поэтому бизнесмен Юрий Шеффлер должен отдать нашему государству всю выручку, что он получил от продажи водки в странах Винилюкс, и заплатить судебные издержки. Победа эта пока скорее моральная. Для компании Шеффлера, SPI, Бельгия, Голландия и Люксембург не такой уж значительный рынок. Но вскоре будет другой суд в Гааге. И там Москва потребует запретить бизнесмену продавать водку еще в 13 странах Евросоюза. Если Россия победит и там, то удар будет куда серьезней. Но и это не будет означать крах алкогольного бизнеса Юрия Викторовича. Для него главный рынок США, где еще со времен Союза очень ценят нашу столичную. Там тоже идут суды. В Америке России победить, наверное, можно, но сложно. Продолжает управляющий партнер адвокатского бюро Соколов-Трусов и партнеры Федор Трусов. Господин Шеффлер просто успел, скажем так, быть первым, по сути. Когда все рушилось, он успел подсуетиться. И с учетом того, что длительное время в рынке эксплуатировался, то, по большому счету, он прекрасно понимает, что продвижность его на территории США это будет начать конец всей его империи. Поэтому бесспорно, что шансы у нас есть, но надо понимать, что он много лет выпускал. И, по сути, он уже привлечил американский рынок к своей столичной водке. Шеффлер купил права на водочные бренды еще в конце 90-х, всего за 300 тысяч долларов. Позже счетная палата подсчитала, что они стоят в 1300 раз дороже, почти полмиллиарда в американской валюте. В книге Петра Авина «Время Березовского» Шеффлер рассказал, что он в свое время рассчитался за эти бренды со всеми прежними владельцами. Но потом нашлись люди, которые посвятили в свое видение приватизации только пришедшего к власти Владимира Путина. И после этого друзья бизнесмена из администрации президента посоветовали ему срочно покинуть родину. И он прямо из Кремля сразу поехал в аэропорт. За эти годы Шеффлер многое сделал для продвижения за рубежом русских брендов. И если они все-таки вернутся в Россию, то не факт, что у нас получится заниматься этим делом так же успешно, говорит редактор телеграм-канала «Пьяный мастер» Денис Пузырев. Как работает SPI Шеффлера, мы видим, в прошлом году был мощный перезапуск бренда «Московская». Очень-очень симпатичные новые дизайны, куча новых вкусов и так далее. Плюс они постоянно работают с рекламой, с маркетингом. Вот за этим достаточно любопытно наблюдать. У нас все довольно-таки уныло, хотя, может быть, если речь будет идти о каких-то массовых поставках на экспорт, учитывая то, что наращивание несырьевого экспорта – это вообще-то один из нацпроектов, может быть, это их сподвигнет свою фантазию напрячь и применить. В России против Юрия Шеффлера еще в начале нулевых возбудили уголовное дело, но около двух лет назад закрыли, что, впрочем, не подвигло бизнесмена вернуться в страну. За прошедшие 20 лет он заработал огромное состояние на продаже водки. Форбс оценивает его активы больше, чем в полтора миллиарда долларов. И у Родины осталась к нему единственная претензия – настойчивое требование вернуть домой нашу национальную скрепу. Для Москвы это дело принципа. Примерно то же самое, как если бы кто-нибудь увез из страны Большой театр и всех медведей с балалайками наперевес.